Очень много людей на моем бы месте, как бы Манечка там бы уже началась. Я удивляюсь, женщина, смотри, сиди, я остаюсь. Длинноногая коротышка, вот с такими глазами. Блин, вот я уже что только не сделала, вот она ничего не сделала, у нее миллион подписчиков. Потому что ты не делаешь рекламу, потому что ты не тщеславная, потому что ты не пишешь песни. Дубцова, Шнур, Киркоров, Лопырьев, ну очень много. Я уже не знаю, они подписаны на подмизируют. Звезд, они подписаны на меня, и нас ничего не сможет разлучить, потому что ты пениха, а я пень. Да, чтобы я из-за мужика. Прочитала Набокова, смотрела чьи-то картины, но у меня ничего глубокого, кроме зеленой тины. У меня ничего святого, кроме крестика на цепочке. Я ношу в кармане подкову, запятую путаюсь с точкой. У меня ничего чужого, у тебя ничего своего. Кто сказал, что спасет подкова? И спасаться-то от чего? Я читаю умные книжки, а живу все равно как дура. Люди ставят последние фишки и расплачиваются натурой. От вокзала отходит город, избивает прохожих с мыслей. Я вернулась бы, дай мне повод, я вернулась бы, дай мне смысл. Ребят, привет, это Яна, это я. Как все уже вы поняли, Яна пишет очень крутые стихи, на мой взгляд, на сугубо лично мой взгляд. Я думаю, что со мной согласятся многие. Я давно подписалась на твою страничку, когда у тебя еще не было столько подписчиков. И ты знаешь, я была удивлена, потому что я думаю, какая талантливая девчонка, почему ее до сих пор не знают массы. Потому что я сама когда-то в молодости писала стихи, мне казалось, что я их писала неплохо. До того момента, пока я не на таком основе писала. Серьезно? Да. И вот мне интересно, у тебя этот дар, твой талант, я не знаю, как это, с детства? Или это вот пришло... Слушай, ну вот ты сейчас сама сказала, что ты тоже писала стихи. Я уверена, что 80% девочек в каком-то возрасте писали стихи. Я тебя люблю, а ты меня нет. Да, а ты меня нет, между нами, да. Все вот это вот. Но я, да, я писала с детства, знаешь, типа там поздравления на день рождения. Там, вот первое, что я так осознанно помню, что дедушке моего был день рождения. Я писала, ну что там, с днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю, да, что-то типа такого. Вот, потом долго не писала, потом в подростковом возрасте, ну как у всех. И вот мне когда там сейчас говорят, вот как, что, а мне кажется, что я просто такой, типа затянувшийся подросток, знаешь, вот в подростковом все пишут, а я как бы не остановилась. Хорошо, а первый такой осмысленный стих, уже серьезный, который ты поняла, что его можно уже искать, вставлять, да. Слушай, у меня никогда не было такого осознания, что вот это то, что вот он такой классный, его надо выставить. Я когда-то еще, когда училась в университете на первом курсе ВКонтакте, что-то там выставляла, но даже не подписывала, что это мое. И там подружки мои, типа, классно, лайкали, что-то там репостили. Но я так молчала, типа, нет, нет, никогда никому не скажу. Да, и одна у меня была девочка знакомая, она училась на журфаке, и вот как-то мне ее мнение авторитетным казалось, потому что, типа, вот она журналист, она должна знать, и я ей сказала, что это мои. Какой ты ребенок, кстати, был, я так понимаю, бунтующий, такая бунтарка, непослушная, ну да, ну вот я была бунтаркой в коллективе, вот в семье у меня никогда не было проблем. Я, то есть, я там не, у меня, ну, типа, как сказать, строгие родители, но... Вот расскажи, кстати, про родителей у тебя, как воспитывались. Ну, я вот так тебе сейчас скажу одну фразу, я думаю, что много что объяснили. Мне 26 лет через 2 месяца. Например, до сих пор, ну, я не могу себе такого представить, что, понимаешь, я не приду ночью домой. Это невозможно. А, ну, то есть они такие строгие, у тебя таких консервативных старых правил? Ну, они не то, что строгие, но это, как бы, это даже не обсуждается. Мне никто никогда говорил, нельзя так делать. Ну, это просто шло фоном в моей жизни. Ну, а для меня, мне кажется, это нормально. Мне тоже, если ты не замужняя девушка. Да, мне тоже. Нет, знаешь, отпроситься, когда так с подружкой, с ночевкой, это можно. Вот, кстати, у меня отец говорит всегда, я могу отправить там день рождения у подруги, я могу там в час ночи прийти, там, в два, а он говорит, ночевать должна дома. Нет, ну, у меня нас спускали родители, только если ты там с какой-то соседки, ты знаешь ее, подружки. Ну, у сестры я могу остаться. Ну, потому что в родителей живешь. Мне кажется, сейчас себе дать свободную жизнь, отселить театр, нет ли? Ну, мне кажется, что все-таки станет все по-другому. Нет, нет, нет. Ты знаешь, слушай, человек, когда хочет, он всегда найдет какие-то обходные пути. Ну, да, потому что надо уехать в ручный творческий вечер. Да, если бы я хотела гулять даже в подростковом возрасте, я бы это делала вообще. Ну, тебе не хотелось никогда там в клуб пойти, я не знаю. Вот нет, честно. Я не знаю, почему мужик это не социофобный какой-то человек. А чем ты занимаешься? Ну, чем ты в свою жизнь была? Ты вот училась хорошо. И у тебя вот, помимо того, что ты пишешь стихи, сейчас у тебя есть какие-то выступления общественные. Ну, чем ты вот себя, свой досуг занимала, так сказать? Ну, в подростковом, нет, я, конечно, общалась, я ходила в кино с девочками, в кафе, все, ну, это все как-то до 10 вечера у меня все укладывалось нормально, мне хватало этого. Ты такой, знаешь, такой вымирающий вид женщины. Да, тебе реально нет. Да нет, на самом деле у меня подруги, у меня вот есть пара подруг, они тоже так живут. Наверное, знаешь, мне было легче, потому что у меня окружение было такое. У меня не было таких подруг, которые там вот все гуляли, да, я типа нет, и вот я все некомфортно чувствовала. А баба армянин, и мама Астинка. Да, да. Вот такие корни там вообще сумасшедшие. Эти глаза, девочки, эти глаза. Я думала, что это только на фотографии, она села в машину. И они, знаете, они не голубые, как у нее кажется, они такие зеленые, с такой темно-зеленой каемкой. Все, ты меня взаоснушала. Не, знаешь, как, ладно, глаза не надо, размер свой отдала мне глаз. Да, это обычный там размер. Она вот все время говорит, что у нее маленький, это то, что неправда. Все правда. Неправда. А расскажи, где ты родилась? Я родилась в Москве. А, так ты москвичка еще, наверное. Так у тебя вообще приданная. Я сейчас, чтобы вы понимали, приехала за ней в самый центр, вообще садовая, знаете, где рядом с... Павелецкой. Да, Павелецкой. С Павелецкой, с Плешкой, да. То есть вообще живет приданная, порядочная, негулящая, талантливая, красивая. Я не знаю вообще. 26 лет. Никто до сих пор не оббывает пороги. Да, что-то вообще нет. Мужчины вообще-то вымерли. Вообще, как вид. Слушай, да. И хотела тут вопрос, почему ты переехала в Москву? А не почему она не переехала, она родилась здесь. То есть вы здесь само детство живете? У меня папа, он армянин, но он из Баку. А, у тебя там еще и... Бакинский. Да, но и там была война, ты знаешь, наверное, там в 80-е. И армяне были вынуждены уехать. Моему папе было 17 лет. То есть 17 лет он здесь, он спортсмен. И мама у меня тоже. У меня вот папа у меня мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. Такой такой красавчик у тебя из-за того, что он фигурец. Да. А мама у меня, хочешь удивиться. Вот как ты можешь? Дзюдоистка. А, ты что? Представляешь, да. Характер в таком генетическом уровне выработала. Да, ну, наверное. И вот у меня мама спортсменка тоже из-за спорта она переехала в Москву. Тоже ей было 17 лет. И вот на почве спорта они в одном зале познакомились. Такая романтическая очень история. Боже, сколько лет это произошло? Они 17 лет, другая, знаю. То есть они вот сейчас до сих пор вместе? Да. То есть этот вопрос, когда я буду задавать попозже, веришь ли ты в любовь, скорее всего, ты скажешь да, потому что глядя на своих родителей. Слушай, ну, времена изменились. Хотя, слушай, ну, когда я слушаю твои стихи, я понимаю, что ты очень философски и очень реалистично подходишь к вопросу любви. Да, абсолютно. Ладно, хорошо, потом. Есть один стих, который цитируют во многих пабликах. Я сама лично видела, это не так, что я, знаешь, рассказываю. То есть я вижу даже какие-то девочки, на которые я подписана, иногда пишут строчки из своих стихов. Я думаю, вот почему они не сделают ссылку, да, или там даже не ссылка, просто не подпишут. Да, Яна там, да, там. Вот мне интересно, тебе не обидно, вот что твои стихи раздирают на цитаты везде, но нигде не делают на тебя ссылки. Слушай, это палка двух концов. Вот смотри, с одной стороны я там захожу к вам, мне постоянно скидывают какие-то паблики миллионные. С одной стороны я как там тщеславный, как все мы, я думаю, классно, мои стихи. С другой стороны, я думаю, вот бы подписали. А с еще одной стороны я понимаю, что я сама этот приговор себе подписала, когда начала выставить интернет. Мы все боремся за свободу интернета, да, там все. Но свобода интернета это подразумевает тоже, что никто тебе тут не обязан. Да, я не спорю, но у тебя вот лично, твое внутреннее ощущение, от тебя хотелось бы, наверное, чтобы на тебя делали ссылки, чтобы люди знали, что это твои стихи. Я знаю, как скажу, я иногда, вот это может звучать странно, но я иногда даже немножко рада, потому что это учит меня тому, что нету ничего моего тут вообще на этой земле. Понимаешь, я, это, это усмиряет мой эгоизм. Но твоего ничего нет, но мысли ведь твои. Мысли мои, но это, вот я по-другому отношусь. Я вот, у меня нету такой зацепки, что вот это мои мысли, не смейте там ими пользоваться. Я, во-первых, когда я пишу, кайф, я получаю то, что вот в минуту, когда я это пишу, когда это уже написано, как его жизнь там сложится дальше, я спокойно к этому отношусь. А, кстати, вот ты как пишешь, чаще всего когда у тебя приходит вдохновение? Ночью, днём? Да, вообще, да. В любое время, вот можем сейчас сидеть, и раз, ну, ты пришла, и ты можешь в телефон записать, что-то, да? А ты, кстати, поняла, о каком стихотворении идёт речь сейчас? Да, да, я поняла, да. Не очень нужно прочитать. Ну, я хотела бы очень. Хорошо, давай. А я буду смотреть вперёд и наслаживаться. А полюбят тебя обязательно за другое, за то, что чужому и невдомёк. Самое, что есть у тебя простое, станет для кого-то и шарм, и шёлк, родинка, ямочка или дурной акцент станет кому-то чудом, почти пророчеством. То, что ты не видел так много лет, кого-то спасёт от серого одиночества. А полюбят тебя обязательно не за то, не за то, над чем ты всегда стараешься, но как ты ходишь, как снимаешь с себя пальто, как ты плачешь, но скорее как улыбаешься, как грызёшь колпачок от ручки, ловишь такси или волос отводишь ладонями от лица. Как ты ноешь с утра, как не знаешь, куда идти и как в фильмах болеешь за подлеца. Может, ты зевнёшь на важной какой-то встрече и сконфуженно сморщишь лоб. И тебя полюбят именно в этот вечер. Не за что-то, а вовсе наоборот. Скажи мне, вот твой максимум, который ты ставишь для себя, ну не максимум, по крайней мере, ты была бы довольна, что бы ты хотела, чтобы тебя пригласили в какой-то модный журнал, например. А, какой-то вот у меня... Да-да-да, по самореализации, например. Или стать там какими-нибудь главным редактором какого-то журнала, газеты, рубрики или быть... Я тебе хочешь честно скажу? Да. Всё, что касается моего творчества, я отношусь к этому как хобби. Пока как хобби. Пока как хобби, Ян. Потому что, знаешь, для того, чтобы относиться к этому по-другому, должны быть какие-то предпосылки, понимаешь? Если ты, например, хорошо готовишь, ты не знаешь, что тебя завтра позовут в итальянский ресторан лучше в Москве работать. Я просто знаю, вот я тебе сейчас скажу, может, это не скромно будет звучать, да, но я так скажу. Я знаю, что очень много людей на моём месте, как бы, Манечка, там бы уже началась всё, такая лёгкая биполярочка, да, потому что я там очень много, сейчас, я ненавижу это слово, но как есть, да, на меня читает очень много звёзд, там, начиная от Филиппа Киркорова. Подписаны? Да. Я даже не знала просто. Я Дубцова только вижу, что подписана, что я на неё подписана. Да, Дубцова, Шнур, там, Киркоров, Лапырьев, ну, очень много. Я даже не знала, они подписаны на меня. Звёзд, они подписаны на меня, мне приятно, я сейчас не буду покетничать дальше, что мне вот начихать, нет. Мне, конечно, приятно, всё, вот, я предложение, ребята. Нет, дело даже не в предложении, а чё вот мне предложить? Смотри, например, Дубцова, она очень тоже круто пишет стихи, она же... Она же пишет сама, понимаешь? Да, она именно пишет, но я тебе рассказываю, а ты, может быть, вы вообще, в принципе, на фоне твоего стихотворения, может спокойно родиться какой-то хит, ты же это понимаешь? Я даже работала... Она точно так же пишет стихи. Она точно так же пишет стихи. Я писала тексты песен. Есть какая-то песня, которая будет популярной? Популярной? Нет, я писала Кристине Си, такая девочка Blackstar. Да, я была. А что, какую песню? Песня называется «До души». Даже не знаю. Да, она не стала популярной. Так я тебе про это говорю, ты неужели не хочешь, чтобы твоя песня стала хитярой каким-нибудь, типа... Слушай, вот в этом плане я, наверное, не тщеславна. Надо быть тщеславной. Думаешь? Знаешь, я тебе такой нюанс скажу. Очень-очень трудно работать с артистами. Очень-очень трудно работать даже не с артистами, а просто с женщинами, я понимаю. Нет-нет-нет. Понятно, что со всеми трудно работать, нет простых людей. Я... Вот я тебе такую... Это только сейчас я осознала, пока мы с тобой говорили. Да. Вот смотри, я работала с несколькими артистами. Да. Бесплатно. Да. Так, типа мне... Бесплатно? Да, бесплатно. Ну, типа, да. Такой респект. Если вам понравится, напишите обо мне в инстаграм. Ага. Нет, я не могу, но я в определенном... Если есть состояние души, которым я готова поделиться, я напишу. Если такого нет, я из пальца не буду высасывать. Вот так. А, то есть, у тебя вдохновение с ней идет, ты не станешь там, напиши... Ну, это не то, что вдохновение. Ну, вот, если это мне близко, вот я перед тем, как с кем-то поработать, я должна пообщаться. Если этот человек мне близок, я понимаю, что мы там что-то приблизительно одно и то же чувствуем, и мой текст будет ему близок, я соглашусь. Ну, вот смотри, и к им я очень, очень трепетно отношусь, когда начинают мне говорить, это не то, это не то. И когда мне не говорят, что то, понимаешь... Ага, я поняла, как это сказал Оксимирон, критикуешь, предлагаешь. Да, и мне не говорят, и вот у меня было несколько там работ, и мне говорят, слушай, ну что ты не можешь написать, как у там, ну, допустим, у Ивана Дорна? Ну, тогда просто возьмите песню Ивана Дорна и... Я говорю, во-первых, чтобы ты звучал как Иван Дорн, ты должен быть Иваном Дорном. Да, да. Иван Дорн пишет свои песни сам, и он поэтому крутой. Серьезно? И музыку, и текст. Ну, насколько я знаю, да, насколько я знаю, да. Он поэтому крутой, потому что он в этом самобытен, это его. Да. Как у, я могу написать хоть как у кого. Ну, ты, ты кто тогда, ну... Смотри, есть такая девочка, Ирада, какая-то там хайр, что ли, она тоже очень круто поет, и она пишет стихи. Что она начала делать? Я просто наткнулась на ее страницу, пару месяцев назад это было, может, там у нее вообще еще круче стало. Она прям пишет какую-то песню, стих, она ее там исполняет, по-моему, на камеру, и прям пишет, если вы хотите купить эту песню, бла-бла... И она сейчас стала очень популярной насчет этого. Яна, у тебя классный текст, да? Не, знаешь, нюанс в чем? Стихи и тексты песенные немножко разные вещи. Я с этим столкнулась, когда начала работать. Техи еще переделывать надо? Да, да, да. Вообще концепция построения песенного текста и стихотворения разнится. Ну, а песню уже можно как-то так подкручивать. Ну, сейчас ты уже даже на Лермонтова, на Есенина песни... Ну, ну, можно, ну, не знаю, может, у меня просто... Я не музыкант, и мне сложно в этом плане. Я, ну, я не музыкант, и должен быть такой музыкант, который... Вот просто поверь мне, можно я скажу одну вещь, а ты потом, мы с тобой спишемся, что ты мне обязательно скажешь, пройдет еще месяц, два, полгода, год, и ты выстрелишь. Вот просто поверь мне. Потому что я тебе рассказываю, не то, что там я какая-то... Я просто, наверное, заморочена, но просто, знаешь, есть такие вещи, вот которые... Вот ты смотришь, кучу каких-то пабликов натыкаешься, они тебя как-то не цепляют, ты их закрыл, пошел дальше там. А есть вещи, которые прям цепляют, понимаешь, они настолько глубокие, они настолько разные, ты можешь писать, вот, я не знаю, у тебя есть там стихи, я не знаю, о чем, я не знаю, о чем, о кошельке, я не знаю, и они какие-то смысловые, понимаешь, несут смысловую нагрузку. А можно писать о любви, о драме, о вот такой сердечно-ране, и она вообще не оставит никаких... Я тебе говорю, кто-то тебя заметит, кто-то тебя пригласит, кто-то тебя закажет, какой-то текст, и он взорвется, вот, типа, какое-нибудь там розовое вино, я не знаю, дунами тает, если так будет. Пиши проще, значит, тексты. Проще. Ты знаешь, это большой талант писать простые тексты, большой. Да, если у тебя большое сердце, большое вдохновение, а писать простые тексты? Нет-нет-нет, это не то, что, типа, вот, я такая великая, поэтому я не могу писать простой. Нет, наоборот. А наоборот? Наоборот, да. Я считаю, что гениальный человек, который может простыми словами тронуть тебя. Вот это гениально. Хорошо. Заморочить легко можно. Ну, в любом случае, запомни этот день. Это будет такая первая точка, и потом я уже не знаю даже, как тебе написать, ты не подъедешь к тебе. Не знаю. Уйдем от творчества, давай поговорим о таком насущем бабском. Вот я на тебя смотрю, задавать этот тупой вопрос, что ты себя меняла? Глупо, ничего не меняла? Вижу. Ну, что бы хотела изменить, если бы могла? Слушай, все бы я хотела. Нет, не верю. Я страшно закомплексована. Ужас. Ты закомплексована. Вот просто что? Какой у тебя главный комплекс? Ну, по поводу чего? Вот по поводу всего, что ты скажешь, ты попадешь. Давай, ты худая. Ты знаешь, как я... Нет, ты худая? Я вижу, что ты худая. Я каждый день стою дома у зеркви и говорю, я жилья, мама, я не могу так жить. Ты худая? Она худая. У меня ноги худее, чем у меня. Она высокая. Высокая? Сколько у тебя рост? Шестьдесят шесть. Мне этот шестьдесят шесть. Ты можешь сказать, что ты ниже меня ростом? Конечно. А почему у тебя ноги? А, ну просто ты длинноногая. У меня вот ноги, да. Я удивляюсь, женщина. Сидит длинноногая коротышка. Вот с такими глазами. Хорошо, чтобы ты себе... Давай, я сейчас могу, если ты позволишь, я дам тебе один комментарий, чтобы я хотела бы, ну так сказать, изменить в тебе. В смысле не я хотела бы, а знаешь, я вообще как бы не за бесполезных пластических операций. Нос. Нос. Вот я тебе клянусь, вот есть, например, я с кем-то разговариваю, кто-то мне говорит, я бы хотел помять нос. У меня прям весь мой комментарий, блин, ну ты чё? Нет. Вот здесь вот я тебе говорю... Во-первых, у меня поломаны. Смотри, я когда тебя смотрю на твоих видео, вот я прям, знаешь, вот это невольно, знаешь, это такой эстетический момент, я прям говорю, вот если ей изменить ее нос... Я знаю. Просто ей надо самой идти на экран и просто вещать, не знаю, на первом не надо, я-нибудь на ютубе, понимаешь, на первом не надо. Вот нос, всё, никаких не подкачка губ, потому что у тебя натуральные свои хорошие губы, понимаешь, а именно нос. Слушай, а если я тебе скажу, что, например, у меня каждый ежедневная война с отцом, что он мне не дает это сделать. А отец проживает твою жизнь? Отец проживает... Ну... Проживает твою жизнь, да? Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я такая тоже классная и умная, да, я живу сама свою жизнь, всё, я финансово зависима от родителей. Потому что ты не делаешь рекламу, потому что ты не тщеславная, потому что ты не пишешь песни, как только. И ты знаешь, это как круговорот, это вот, знаешь, это замкнутый круг. Начни свой, начни вообще себя оценить, ты талантливая. Да, люди за то, чтобы просто к зеркалу повернуться, правильно сфотографировать себя, свою пятую точку в зеркале, берут за это деньги. Потому что они это хорошо делают, ты хорошо делаешь вот это вот. Вот я, например, хреново беру интервью, видимо веду программу, у меня ещё не несёт это деньги, понимаешь? Ну я и то верю в себя, понимаешь? А ты, ты уже, тебя уже признали керкором, понимаешь? Что там ещё, я не знаю, там лапырё, нет. Понимаешь? Ну, о чём мы говорим, Яна? Слушай, ну... Главный твой комплекс, вот главный. У меня очень много не устраивается в своём характере, я не сдержанная, я не могу себя контролировать. Это серьёзный комплекс, потому что это то, благодаря чему я выстраиваю отношения с людьми. А почему у меня нет комплекса по этому поводу? Если меня, знаешь, закидывают ко мне, а ты не сдержанная, ты не даёшь сказать, перебиваешь. У тебя с людьми хорошие отношения? Ну, с теми, с которыми мне надо, хорошие. А я не хочу со всеми людьми иметь хорошие отношения. Ну, у меня с теми, с кем надо у меня плохие отношения. Ну, конкретно, это твоя семья? У меня с семьёй проблемы бывают из-за моего характера, с родителями, с родственниками. То, что ты считаешь просто даже сама в себе, что тебе с этим сложно выживаться, вот что самое такое вот? Я гневливая, я очень злая могу быть, очень. Знаешь, почему я тебя не понимаю? Потому что ты тоже такая? Потому что я такая же. Я забыла, когда последний раз я была добрая к людям. Серьёзно? Клянусь, да. Это уже, да, это уже плохо. Вот, вот. Да, потому что я знаю свои... Ты знаешь свою другую полярность, что ты можешь быть и такой. Я тоже знаю, что я могу быть такой, но на деле я забыла, когда я была такой. А почему ты такая стала, как ты думаешь? Или ты была всегда такой? Ну, вообще я с детства такой, у меня бабушка всё время говорила, типа, иногда в тебя вселяются черти. Я с детства непростая, типа, вот если, я там, мне мама, я это не помню, но мне мама, вот, например, вот потом говорят, что вот людей что-то формируют. Вот я уверена, что шик рождается с каким-то набором уже вещей. Вот мне мама рассказала, мне было три года, у неё там была какая-то подруга, с которой, в общем, что-то у них отношения не сложились. Три года мне, ну, понимаешь, да, кому надо, да. И тут где-то я эту, ну, где-то мы с мамой, с родителями были, я эту подругу встретила. Я к ней подошла и говорю, а ты знаешь что? И начала вот выговаривать что-то. Вот мне это надо. Ну, послушай, а хочешь, я тебе скажу, значит, ты реально творческий человек, и ты попрёшь по творчеству. Потому что даже взять того самого Киркорова, вот даже вот образ этого я назвала. Ну, человек же, у которого одни проблемы сплошные с людьми. Он то лечится где-то, то бьёт какую-то женщину. Ну, это же плохо. Понимаю, но, знаешь, это как, это как вы, как душу, ну, я так грубо говорю, дьявол продали. Вы за свой талант продали какую-то свою хорошую часть, да, Яна, такая расплата. Тогда ты будь либо бесталантная, обычная, среди сосиска, как я. Ну, вот реально, среди сосиска, как я, а не между талантом. Нет, подожди, подожди. Я знаю много людей очень талантливых, которые, у них вот такое сердце. Ты прям это знаешь или ты это показываешь? Хорошо, вот, например, Вася, Бас, ты знаешь это, да? Ну, так же. Ты считаешь его талантливым? Да. Я считаю, что его гениальным, да? Да, он талантлив очень. У него вот такое сердце. Вот я общалась с ним пару раз, я не скажу, что там мы лучшие друзья. Он мужик. Мне кажется, у Жакова проще. Думаешь? Хотя Вася, Бас, у него такое сердце, он первый раз к Дудю пришел-то на неизвестный канал. Пришел-то в первый раз к Дудю. Не, ну, вообще-то. Это реально такое сердце, потому что, поверьте, будь таким вот звездой, собирай там три олимпийских. Вот, например, вот смотри, вот элементарно, я там, он читает меня в инстаграме, его супруга читает меня в инстаграме, она очень тоже интересная девушка. Вот. Я ему, ну, кто я ему? Вот где я и где он, да? Ну, вот я просто, как бы, никак. Он меня звал на интервью. Хочешь, я тебе скажу, почему Баса такой? Потому что это человек, у которого не забыто, как он начинал. Я уверена, что ему тоже было сложно, особенно в то время, когда это моя игра, твоя игра. Эти люди, которые благодарны, знаешь, вселенной за то, что им дали, и они молодым, вот таким вот, тебе, я говорю, там, Юре, Юре, да, пришли, приедай на интервью. Они дают возможность быстро раскрутиться, потому что сами прошли тяжелый период. Отверь в женскую дружбу. У тебя есть подруги? У меня есть подруги, я отношусь к дружбе, знаешь как, в какой-то момент, в какой-то момент мои подруги стали частью моей семьи. Они прямо давно-давно у тебя? Ну, слушать, да, лет десять. А, то есть такие давние? Да, 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 новых подруг у меня очень мало. Они стали частью моей семьи, они разные, мы с ними разные, мы ругаемся, мы в чем-то не сходимся, у нас могут быть принципиально разные взгляды на жизнь, но они мне, как вот, члены моей семьи. Они меня принимают, да, ну вот их две, две-три. А так и должно быть, а сколько их должно быть? Ну да. Дюжина. А тебя предавали когда-нибудь? Слушай, конечно. Ну, прям так жестко, что ты не могла оклематься, по нескольку месяцев там, разочаровывалась. Ну, слушай, знаешь, я тебе как хочу сказать, я к людям отношусь как к людям. Во-первых, ждешь от них всяких. Во-первых, я тебе так сказала, я предавала людей. А, да ладно. Конечно. Мы все люди. Расскажи, пожалуйста, мне просто интересно, вот, я просто люблю, зайди здесь, вот в чем была твоя предательство? Слушай, ну, расскажи, интересно, если ты уже сказала, уже интересно, в чем ты предавала? Ну, это обычно какие-то там бабские истории, знаешь, там типа а-ля там парень что-то. Отбивала кого-то парней? Нет, я никогда ни у кого не отбила, но я считаю, что однажды я сделал своей подруге очень больно. Каким образом? Ну, вот я знала, что ей нравится мальчик, а типа я нравилась ему, и я как-то вот на это подкинулась. Подожди, вопрос, а он тебе нравился? Ну, да. Подожди, тогда вопрос. Я тут очень смотрю довояко на эту ситуацию. Вот смотри, вот вы две женщины с одинаковыми правами в этом мире, да? С данностями, вы две девушки. Нет, у них были отношения. А, вот это уже другой вопрос. Подождите. Понятно, что если бы это было просто, и он бы выбрал меня, то да. Ты должна уступать ей из чего в дух. Да, нет, у них были отношения. Или были бы эти отношения ближайшие? Нет, нет, нет. Они закончились. Я долго, очень долго как-то, как это сказать, говорила, нет, нет, ты что как-то. Я всю жизнь осуждала. Я говорила, да чтоб я из-за мужика там с подругой, да вжи, да никто этого никогда. Я себе такого страшного сня не могу представить. И вот тогда, я подумала, Яна, как только ты зарекаешься, хоть от чего, от мелочи. Назови твои три самых сильных качества. Я знала, что ты задашь какой-то такой вопрос, уже смотрела пару твоих интервью, и я там даже пыталась что-то придумать, но я поняла, что в этом нет смысла. Откровенность. Все у меня же качество. Оно какое-то граничишься с глупостью. Ты ответственная? Не всегда. Я человек. У меня есть такие качества и такие, полярно разные. Я не всегда ответственная, я не всегда это. Все не всегда. У меня нет такого, чего я боюсь. Я, кстати, боюсь летать на самолете очень, очень. Моя подруга в этом до сих пор, Яна. Но я тебе потом, когда с ним расскажу одну технику, мне она иногда помогает. Ты недавно была на очень сильной практике. Да, прям крутая очень практика, я про нее слышала давно-давно. Просто расскажи. Да, не, не, не. Не, 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 не. Расскажи так коротко, как ты попала туда, что она тебе дала? Какие у тебя ощущения после? Ну вот я тебе говорила, что я иногда хожу к психологу, вот эта женщина. Она все время говорит, там, вскользь у нее все рассказы. Вот я была на випассане, на випассане. Я говорю, чего ты такого расскажи? Она говорит, ну, это такая практика, ты есть, что здесь не молчишь. Я говорю, ух ты, типа, я тоже хочу. Она, она, почему я к ней вообще хожу, почему она мне нравится? Потому что она такая мудрая, она мне там, она мне слова не сказала. Она говорит, ну, хочешь, поезжай. Я такая, а как что? Она говорит, ну, я тебе скину сайт. У них есть официальный сайт. Она мне скину сайт, я говорю, расскажи. Она говорит, Яна, ну, когда тебе надо будет, ты там окажешься. Вот я говорю, а что ты там делаешь? Она говорит, ну, приезжаешь и молчишь. Вот все, что она мне сказала. Ну, приезжаешь и молчишь. Да, и я ничего не знала. А, она, она ездит все время в Дубай. Это, короче, вот, вкратце я расскажу. Это випассана, это просто какая-то духовная практика. Она придумана человеком, она не имеет никакого отношения к религиям. Единственное, что я об этом знала, что ты там молчишь 10 дней. Больше я не знала ничего. Ты брала, что он с собой за вещью? Тебе там присылал, когда ты уже заполнил анкету, все, тебе присылают письмо, что брать нельзя ничего, постельное белье, ну, там, средства, вся гигиены, там, какую-то одежду на 10 дней. Все. Больше ничего. Ни тетрадька, ни ручка, ни книга, ни фотоаппарат, ничего. Естественно, тебя там никто не шмонает, да, ты не ищет. Ты можешь пронести там, да. Но это, ты же это для себя делаешь, да. Все, ты приезжаешь, сдаешь телефон, документы, что там, кошелек, сейф. Ну, у тебя там комнатка такая, как келья, знаешь, монастырская, которая за навесочкой перекрывается. Там одна кровать и стульчик, на который ты там свои вещи можешь поставить. Все. Больше нет ничего. Ты в первый день, ну, там, тебе какую-то короткую лекцию читают, и ты, как бы, ну, никакого ритуала в этом нет, но ты просто, как бы, соглашаешься с тем, что 10 дней ты будешь молчать. Вообще никак. Ну, нет. Если сейчас форс-мажорные ситуации, тебе плохо, думаешь, не знаю что, там есть менеджеры, ты можешь подойти и сказать, там, вот, умираю, сейчас умру, то, конечно, тебя никто за это не выгонит, окей. Но ты между собой, там, ты не одна, там много людей, там было 80 человек почти. Да ты что? Все молчали? Ну, там 40 женщин, женщина что-то отдельно в территории, мужчина отдельно. Иногда там на территории вы встречаетесь. Вы за другом? Никак. Контакты исключаются, даже зрительные, даже тактильные. Понимаешь, насколько это сложнее, когда ты не одна, когда ты в социуме ходишь? Знаешь, первое утро, я когда проснулась, там, в комнате, допустим, по 10 человек, да, например. Ну, ты просыпаешься, как у тебя рефлектор на занавеску, понимаешь, хочешь сказать доброе утро, но ты, как бы, с людьми спишь в одной комнате. И такой, да, ну, ладно. В какой момент ты поняла, что ты начинаешь, ну, что ломки начинаются по общению? Не было. По общению ни разу у меня не хотелось ни с кем быть. Ну, знаешь, я вообще не такой сейчас прям человек, что я очень люблю с незнакомыми людьми поболтать. Я могу, но если нет… Ну, элементарно все равно живет пару слов каких-то. Нет, молчать самое легкое, что там происходило, это молчание. Серьезнее? Вот самое легкое. Я хочу молчать. Мне кажется, я сломалась. Я думала, что я не сломалась. А я, да я, молчать, да как же. У меня подружки лежали, говорят, что ты молчать. Хотя, с другой стороны, мне кажется, я так отдохну за эти 10 недель за всю жизнь. Да, вот самое легкое, что там было, это молчать. А что было самое сложное? Я тебе расскажу вкратце, быстренько, расписание дня, и ты сама поймешь, что было сложно. Подъем в 4 утра. Солнце как-то встает. Солнце не вставало, я была в декабре, там солнце никогда не вставало. В 4 утра тебя будет гонгом очень противным. Подъем в 4 утра, с 4 до 6 медитация. Что вы делаете на медитации? Дышите? Там есть техника определенная, не то, что ты пришел, сидишь, тебе никто ничего не объясняет. Тебе объясняют, там есть даже учитель, который сидит, и он подходит иногда, спрашивает, все ли у тебя хорошо. Ты можешь даже у него какой-то вопрос спросить, если тебя волнует с учителем, ты можешь говорить. Ты готова молчать вообще? Нет, я один раз что-то спрашиваю. Ответы всплывают на поверхности, то есть ты уже не нуждаешься в этих вопросах. Да, там есть определенная техника, сначала ты дышишь, она основана на физиологии, это мне тоже нравится. Давай потом. В общем, техника. Два часа ты медитируешь, с 4 до 6, в 6.30 завтрак. Завтрак что давай? Вкусить? Там вегетарианская кухня, ну типа хлопья с молоком я ела, что-то такое, там хлеб. В общем, да, аскетично, кормят аскетично. Ты, короче, ты на 10 дней принимаешь все обеты монастырской жизни. Ты спишь в келье, на твердой матрасе, ты ешь умеешь, ну вот, в 6 утра завтрак, ну потом перерывчик небольшой, с 8, нет, с 9 до 11.30 опять медитация. Что там за медитация спрашивает? Слушай, слушай дальше, с 9 до 11.30 медитация, 11.30 обед, с 12, с 11.30 обед, с часу до 5 медитация. Вот все то же самое, вот это дыхание непонятное. Одно и то же. А я, насколько я слышала, читала, что там еще как-то ты сидишь в какой-то позе в такой, что не можно ему лежать. Нет, ты сидишь в обычной позе лотоса, то есть у тебя нету опоры. Вот. Слушай, а в обычной, я б с ума сошла через 20 минут. Так, ты слушай, подожди, с часу до 5 медитаций, в 5 чай ты можешь выпить и половинку фрукта, если хочешь, там, пол яблока. Нет. Нет. И с 6 до 9 медитаций. 10 часов в сутки ты в медитации. Ты испытываешь такую физическую боль, что ни до какого общения у тебя дела нет. Я физически, мне было так сильно больно, что это единственный раз, когда я подошла к учителю и сказала, что я не могу терпеть. Ты двигаться могла вообще? Нет, ты можешь, конечно. Ну, ты, у тебя вот, вот это место. Ты не можешь облокотиться. Вот смотри, вот видишь место, да? Вот это твое место. Ты не можешь вытянуть ногу, ты не можешь там, нет, конечно, если тебе сейчас очень больно, ты можешь встать, походить там. И, допустим, медитация, которая длится с часа до 5, там есть 3 5-минутных перерыва. Ты можешь встать, размяться чуть-чуть. Но в большинстве своем ты сидишь в одной позе, ну, там можешь хорошо ноги вот так сделать. Ты мне говоришь, что ты не сильный человек? Ну, в смысле, что у тебя нет сильных качеств каких-то? Ну, у меня нет, у меня есть вот такая какая-то сила. Я дала себе слово, что я поеду, и во что бы то ни стало, я буду держаться здесь. Нет, я не уеду оттуда, хотя люди уезжали. Значит, будет и рубрика училка. Это ужас. После твоей практики, как называется она? Випассана. Випассана, поверь, это просто вообще праздник сердца. Ну, давай говорим, да, что я очень плохо училась в школе. Меня выгнали, чтоб ты понимала, в седьмом классе. И ты не училась в школе? Нет, я ушла в экстернат. И тем не менее формула серной кислоты. Хо-хо-хо! Нет, не знаю. Хорошо. H2SO4, запомни. Ага, хорошо. Какие страны входят в Великую и Семерку? Давай я так с собой. Ты умная девчонка. Ты не училась в школе. Давай просто вот… Интуитивно. Интуитивно. Какие страны входят в Великую и Семерку? Особенно с учетом, что… Ну, Германия. Да. Франция. Россия. Нет? Тебе хотелось бы так. Не, ну сейчас она уже… Ну, давай. Дальше. Как ты забываешь… Англию. Англию, конечно. Я просто думала, что они все время как-то обособлены. Стоят… Кто там еще у нас входит в Великую и Семерку? Кто у нас еще входит в Великую и Семерку? Вот кто у нас? Вот такие вот, кто все делает, там всякие технику супер у них… Япония. А пиццу ты любишь кушать? Слушай, Италия входит в Великую и Семерку? У них же совсем все плохо. Италия и Канада. Канада – окей. Италия там… Хорошо, у них все видишь. Самая крупная артерия в организме человека? Она вот от сердца. Сердце? Нет, она… Аорт? Да. Самая маленькая птичка на планете. Калибрия. Да. Столица Канады. Подожди. На О. Это слово. То есть я так понимаю, что чувство любви тебе знакомо, ну, по крайней мере, в том самом понимании. Не знаю. Ты любила когда-нибудь? Не знаю. Ты не знаешь, любила ли ты или нет? Конечно. Это что такое любовь? Вот я у тебя хочу сказать, что такое любовь. А вот я не знаю. Ну, хорошо, ты испытывала эти сердечно-дущие шипания, когда кажется, что ты не можешь жить. Конечно. А вот стихи, которые ты пишешь, ты их кому-то посвящаешь или это прям вот просто поток слов в никуда? Да. Как бы тебе сказать? Я бы не стала всё так принимать. Некоторые люди думают, что всё, что я пишу, я посвящаю им. Но я бы не стала. Конечно, у меня есть какая-то доля. Да я не то, что в фантазии, но... Ну, например, у меня есть стихи там о счастливой какой-то любви. Я себе как фантазирую, как бы могло бы быть, да? Но я этого не испытывала. А в любовь на всю жизнь веришь? Вот в одну? Слушай. У тебя родители сколько живут уже вместе? Да, ну вот мне 26 будет. А ты сразу родилась, да? Ну да. И они живут нормально. Они живут нормально. Ну как нормально, как все люди, они ссорятся. Ну получается, ты веришь, что люди могут жить долго вместе? Да. Я тебе знаешь, как скажу? Я верю, что люди могут жить долго вместе. И это может не иметь общего ничего с любовью. Да. Они могут... Ты мало знаешь... Слушай, я... Поверь, ты знаешь, как я тоже любитель. Ты смотрела хотя бы парочку интервью. Ты должна это знать уже. У меня есть один стих. Эту тему прям, который четко характеризует вот эту вот мужскую любовь к женщине. Как она вообще протекает. В ней все то, как мечтал в детстве. Вот мне кажется, этот стих, это вот... Это вот прям четко, вот как мужчина начинает. Пожалуйста, сможем? Да, сейчас давай я быстренько подсказочку найду. Давай, пожалуйста. Я его так помню, но лучше... Потому что знаешь, как... Чем мне нравятся твои стихи еще? Что они без этого вот... И мы навсегда будем вместе. И мы умрем в один день. И нас ничего не сможет разлучить. Потому что ты пениха, а я пень. Ну, грубо говоря, да? Ну, что за тупняк? Но есть реальные, что мужчина закипает, женщина. И он ей горит до этого момента, пока он ей не перегорает. Просто кому-то везет это там... Ты знаешь, это очень тесно связано... Если уже мы можем там записывать или как хочешь. Это очень связано с ответственностью. Когда я родилась, моему отцу было 19 лет. Ты можешь ли я представить, что это 19 лет? Да, это со начала жизни. Это вообще ничто, да? И что ему стоило положить в хер? Я взял вас, я взял твою маму, за нее ответственность. Потом родилась ты, я взял ответственность за тебя, сейчас у нас есть брат. Все, я так решил. Потому что мужчина это человек, который принимает решения. Да, и настоящий мужчина от этих решений очень редко по большим причинам, каким-то весомым отказывается. То есть мы с собой выводим новую такую формулу. Я сейчас спрашиваю, как вы считаете, что является залог долгих решений? Ты реально ответственность за первую очередь. Мужчина должен принять решение. Вся она такая манкая и желанная, аж настолько, что сводит зубы. Навалилась на меня вдруг нежданная, уже который день губит. Все в ней точно, как мечтал в детстве. И умна, и тонкие кисти, и душа, и доброе сердце. Да еще и волос волнистый. Ум и взгляд все в ней бьет смесью. Невозможно даже просто представить. Я не знал таких, клянусь честью. А уж знал я, дай мне Бог память. Я ходил за ней, не вру, тенью. Поджидал в холодной парадной. И каком-то воскресенье я прочел в ее глазах. Ладно. И мечта вдруг так ко мне близкая. Я мог держать ее руку. И казалось, вот он весь смысл. И казалось, все, прощай, скука. Я не мог переварить счастье. А потом зима у нас настала. И она была, конечно же, классной. Только манкой быть совсем перестала. Может дело просто в погоде. Губит чувство холод столичный. Только зубы больше что-то не сводит. Да и волос вроде просто обычный. Я не знаю, там душа, сердце. Ведь прошло немного недель. Но она была так чудесна. Пока вдруг не стала моей. Видишь? Реакция. Пошло. А сейчас в отношениях? Нет. Давно не в отношениях? Слушай, я тебе так скажу. Смотри. Я не могу сказать, что у меня там какой-то богатый опыт отношений. У тебя сколько было таких вот серьезных отношений? Ну как серьезных? Где ты прям год, два, три? Слушай, я была один раз влюблена, когда мне было 16. Где бы это считается? Ну я не знаю. Ну я была влюблена. Мне казалось, что это любовь всей моей жизни. И все такое. Ну мне было 16. И мама первая любовь. Ты ему посвящала стихи? Да нет. Там была любовь в моей жизни, я не посвящала стихи. Нет. Не то, что я на фоне этих отношений, я писала какие-то стихи. На фоне этих чувств, которые наступила болезнь. Чтобы кому-то там что-то посвящать. И вот я была в отношения буквально. Я тебе так говорю. Буквально еще вчера. Серьезно? Ты с ним рассталась, ну грубо говоря, вчера. Ну у тебя вообще нет тоски? Да ну как? Я живой человек, конечно, нет. А сколько вы были вместе? Потому что за мной очень сложная такая история. Ну сколько вот так в месяц сложная история? Я знаю его со школы. 15 лет. И вы только сейчас с ним сошлись? Ну года два, да. Вы два года встречались. Только у тебя должно быть сильное болезненное ощущение. Сильное. Потому что мы расстались. Ты знаешь, это все равно. Я верю в эту химию, которая три года. Ну там плюс-минус. Мы еще даже не дошли до этого пика. То есть у тебя сейчас еще должно все бурлить, кипеть. Ну. Давай стих напишем? Прям сейчас. Нет. Прости меня за то, что отвлекаю. Прости, но по-другому просто не смогу. Если не скажу тебя, то знаю, что в который раз в душе умру. Твои губы у меня ночами снятся. Память тела вызывает страсть и дрожь. И глаза мои давно томятся без твоих родных когда-то глаз. Мое сердце диким волком воет, разрывая в клочья тишину. Я забыть тебя тогда хотела, но забыть, как видишь, не могу. И когда в чужих объятиях, маясь, я с ума схожу от пустоты. Боже, что же я тогда наделала, обнимаешь меня в мыслях только ты. Это твое? Да. Вау. Не, ну я не могу сказать, слушай, какой вау. Я написала в лет двадцать его. Это очень. Ну, неплохо, да? Честно, да. Ну, я имею в виду, это то, что можно написать, когда ты страдаешь, когда ты разрушилась, любя еще, знаешь, и вот у тебя вот это все говорит об этом. Да. Ну, ты бы хотела с ним помириться еще? Нет. А почему расставить? Можешь сказать? Ну, причина здесь же какая-то. Вы два года встречались? Ну, там не одна причина. Ну, сейчас уже, да мне кажется, что-то перегорело. Ты считаешь себя счастливым человеком? Я не хочу гневить Бога. Конечно, у меня все хорошо, я счастлива, но я очень унывающий человек всегда. Да, мне всегда кажется, что вот, все плохо, моей жизни нет смысла. Ты творческий человек, я, она. Ты, если это будешь забывать, ты будешь себя за это корреть. Ты должна понять, что ты творческий человек. Ну, реально, вот смотри. Я тебе говорю, у меня… Я не навижу, кстати, эти фразы творческие. Я понимаю, хорошо, ты одаренная. Вот так я скажу. Потому что у меня, например, вот я четко говорю, у меня нет никакого ярко выраженного таланта. Знаешь, это талант? Например, я пишу стихи среднестатистические, я неплохо готовлюсь. Среднестатистические. Я нормально болтаю, так болтают полстраны. У меня нет какого-то чувства… Ну, я тоже так читаю. Я пишу стихи среднестатистические. Да? А почему у нас среднестатистического, не знаю, там, Ирина Дубцова? Все равно люди, которые в этой теме, они… Знаешь, почему так? Я тебе скажу, почему так. Потому что я говорю… Вот если ты встанешь перед камерой и не в рифму, не в рифму будешь с твоей харизмой, с твоей манерой, будешь говорить, что вот, я девушка, мне бывает больно, у меня бывает плохо в отношениях, я бываю некрасивой, я бываю уставшей, я бываю… Это все… У тебя будет миллионы читателей. Хотя Юрий Хованский же садится, пивасик, свой отвратительный попивай. Все, миллионы. У тебя будет миллионы читателей. Просто я говорю о том, что есть у всех. У тебя, у нее, у него, у всех. Но ты говоришь об этом так, что об этом хочется слышать. Да, обычно я об этом говорю. Поэтому за твою данность у тебя… Ты можешь умунывать. И ты будешь депрессировать. Ну, есть… У меня вот, например, вот ты говоришь, счастливый ли я человек. Я счастливый человек, но даже в минуты какого-то катарсиса, суперсчастья, у меня фоном всегда где-то идет грусть. Что ты по знаку это делаешь? Грусть. Телец. Так ты же как я. Да? Телец? Да, я в год быка, а ты в год… Обезьяна. Обезьяна. Я телец, но знаешь как, мы такие, да, у нас есть такая тема, но я другая. У меня козерожка такие такие, есть подруги у меня, которые все время даже, вот знаешь, вот клянусь, у меня есть одна подруга, у меня есть одна подруга, которая никогда не бывает всем довольна на сто процентов. Вот даже вот, не знаю, вот я не знаю, подарит ей шубу охренительную, она все равно даже в ней найдет, вот что-то не так пошито. Не, я не в этом, я вот, например, вот все хорошо, все классно, а вот там не все хорошо. Когда ты после раз плакала? Вчера. Ты плаксивая? Я не плаксивая. Вот ты плачущая, я тебе вообще не представляю. Вот это все говорят, а я сейчас с другом тоже одним разговариваю, он мне говорит, типа, да ты что, ты когда-нибудь плачешь? И мне это очень странно слышать, потому что да, я плачу. Вчера почему плакала? Слушай, ну вот что-то там… По-любовному делаю? Пруст. О, да. Способность, которой тебе хотелось бы обладать? Знаешь, что из памяти вырезать что-то. То есть там, мне нравится тебе что-то помнить? Забыть, да. Люди в черном. Качество, которое ты более всего ценишь мужчине? Порядочность. Твои любимые писатели? Бёссы, мне нравится, как пишут. Ты, кстати, много читаешь? Да. Ну, не то, что прям много, но я люблю почитать. Как бы ты хотела умереть? Слушай, знаешь как? Я скажу, у меня есть два сценария. Знаешь, это такое… Многие скажут, я не хотела бы умереть, а я тоже… У меня есть два сценария даже. Давай. Я считаю вообще, да, как я себе… Умирать нужно либо молодым, в рассвете сил, в рассвете красоты, за идею, за какую-то там… Декабрист, короче. Да, вот так умереть, там, на дуэли, я не знаю, что это такое. Либо, если не дано тебе так умереть красиво в молодости, во сне, когда ты уже… у тебя есть внуки, все хорошо, когда твои родственники уже не будут… это не станет трагедией, знаешь, когда вот… ну тебе там уже за 80, ты уже внуков, правнуков видел, и все будут по тебе тосковать, но будут думать, ну вот она… Безболезненно. Да. Оказавшись перед Богом, что бы ты ему сказала? Я бы сказала, что иногда его уроки слишком жестокие. И ты никогда не узнаешь, что ждет тебя впереди. Но, как на дешевых тренингах, я скажу тебе, встань и иди. Встань и иди – это единственный верный выход. Единственный вход. Встань и иди. Нервный выдох, глубокий вдох. Встань и иди, но не потому, что тебя где-то ждут, а потому, что путь без пути – это единственный верный маршрут. Просто встань и иди. Неужели нужен все время какой-то финал? Неужели ты ждешь все время, чтоб кто-то тебя догнал? неужели ты подозреваемый и нужно каждому доказать неужели ты не понял у людей есть рот для того чтобы осуждать просто встань и иди с любого места где ты сейчас живешь встань и ищи ты конечно же не найдешь в этом и есть бесконечная прелесть тебя и нас станет гори пока однажды огонь в тебе не погас не обвиняй но и не вздумай оправдываться перед кем каждый из нас к чужому глух но увы не нем просто встань и иди задавай вопросы не получай ответ формулирую по новой ищи много зим теряя много лет завтракать плотно а ужин помнишь отдай врагу но если нет у тебя врагов пожарь себе овощной рагу и съешь хочешь на завтрак хочешь в обед хочешь среди ночи хочешь делить или съешь его сам а впрочем разницы нет никакой вся наша жизнь возня мышей просто встань иди избавь себя от душевных встань пожалуйста сделай шаг над бездной над пустотой и земля сама проляжет под твоей ногой безусловно верь в себя в людей в деда мороза верь люди будут вести себя как дерьмо не забираем дверь отвори себя распусти раздай на тысячи мелочей больно будет все время и не поможет вагон врачей но из боли это и родятся лучшие про тебя черты что уж там из этой боли родишься и новый ты и никакая блаш никакие деньги никакие светские вечеринки не заменят любимую девочку что хвостик затягивает в тугую резинку никакая реклама кино и простите самый красный диплом не заменят любимого мальчика с которым ночь тебе кажется ярким днем просто все что тебе говорят сливают как из бачка люди руки мысли лепят из тебя послушного дурачка даже этот стих который я читаю так что вены у горлов сдуты очевидно пафосный и слегка раздутый доедай свой ужин позвони кому любишь и не дослушивай к черту эти стихи там где ты должен ты обязательно будешь просто однажды встань и иди без слов пока